в чем заключаются сами упражнения упражнения делятся на те которые укрепляют мышечный корсет те которые укрепляют связки сухожилием те которые устраивают скелет то есть для начала когда приходите мы восстанавливаем ваш скелет чтобы вас ничего там не болело не крещало не хромали то есть выровнять позвоночник поставить все позвонки на место есть упражнение на все позвонки все позвонки шейного грудного поясничного мы выстраиваем все все тело позвоночник нужно чтобы пись был восстановлен это реально да всем с любой с грыжей протрузиями без разницы все второе мы восстанавливаем связки сухожилия там где у нас суставы там у нас связки сухожилия и в этих местах у нас на внутреннее напряжение на области фасции словосы знаете и каждый сустав каждый сустав отвечает за какую-то систему это иммунная система это нервная система это лимфатическая система каждый сустав с какой-то системой связан если у вас связки сухожилия в этой области слабые значит идет в этой системе у вас чуть-чуть перекос то есть если вы у вас взрыв такие быстро вспыльчивые такие все нервные такие такие возбудимые то значит эта связка у вас слабая то есть она не укреплена если вы часто болеете гриппом значит вот эта связка не укреплена все понятно значит нужно укрепить эту связку эту связку и вас иммунная система будет в порядке для этого есть гимнастики а еще простые вот это упражнение для укрепления вот этих двух связок их можно делать сидя обращали внимание что чек когда нервничает у него руки трясутся дергается или там алкоголик у него дергается вот у него вот это все вот проблема начинается потому что иммунная система и нервная система у него на перекосе то есть простое упражнение вроде понятно но поверьте это кажется вам что просто вы не можете это сделать не нужно чтобы это 6 минут сделали минуты вас хватит потому что вас мышцы напряжены вот эти мышцы напряжены из-за стрессов когда у человека стресс у него блокируется вот эта часть поясница и вот это и вы так долго не можете сделать когда вы расслабитесь расслабитесь то включается эти связки сухожилия достаточно практически месяц-два и они укрепляются и вы становитесь спокойными уравновешенными то есть алкоголики ничем не болеют постоянная медитация да и под машину попал и встал обтряхнулся и пошел до обычные люди все переломы у него другая проблема у него ферменты нужно привести в норму у него перекос вот этому не все время организм требует алкоголь то есть современная медицина она употребляет медикаментозные средства то есть у нее есть таблетка а у нас есть упражнение то есть даос и так отличается тем что вы говорите ой заболела голова пойду возьму цитрамонов у меня там болит спина или у меня у давления выберите таблетку даос а вот такой упражнение на это вот такой упражнение на любую проблему у нас есть упражнение я вначале почки печень зрение давление сколиоз что хотите но самым главным является вопрос дыхания потому что все гимнастики это работа с телом и с дыханием техника работы с умом и сознанием это методика дыхания и сознания тело дыхания это кунг-фу дыхание сознание это медитация везде присутствует слово дыхание без дыхания мы умираем эта энергия поэтому вопросы дыхания это самое главное дыхание позволяет вам иметь силу то есть вы все время можете очень быстро восстановиться и если вот обобщить что хочу сказать не столь важно вопросы телесные чем самое важно это то как правильно дышать сейчас попробую по-другому сказать вам вот наши легкие легкие это как будто бы внутри вас велосипед вот вы купили велосипед положили на плечо идете с велосипедом пришли там полчаса потратили до подруги поставили английский на нем ездить можно как ездить но так садись и о супер для полчаса 65 минут то есть велосипед внутри вас но люди не знают как им пользоваться а что делать большинство людей они идут в тренажерный зал там подкачивать пресс так все заблокировали тут диафрагма она недвижимо и что он идет как он дышит он дышит вверх он дышит используют эти мышцы плеч и блокируют их и потом у вас все здесь болит все болит эти мышцы не предложат для дыхания для дыхания предназначена диафрагма диафрагма вот выпирает вниз и нажимает на внутренние органы тем самым идет массаж внутренних органов прости при вдохе вы должны дышать надувая желудок выдох вдох выдох выдох все люди дышат вдох выдох выдох массаж внутренних органов нету плечи блокируется они связаны с печенью печень печень проблем сразу сердце схватывает давление пошло поп герекард напряжен инсульт инфаркт то есть вот это дыхание она сразу с собой имеет несколько проблем поэтому нужно изучать дыхание а у нас дыхание связано это как специализируется социум с тем что мы видим это отражается на наше дыхание как мы дышим так мы живем чему я хочу сказать смотрите я сейчас утрирую легкие наши могут делать движение как будто бы волна как будто бы эта вода и зависимость от того что мы видим они изменяются без нашего контроля например вы идете по улице и молодые люди целуются легкие вас потом пошли ресторан вниз пошло живут живот работает потом самолет полетел легкие так раскрылись подошли к университету легкие вот так потянулись то есть легкие у нас двигаются зависимости от того что вы видите зрение связывает с движением диафрагмы и соответственно легких но если у человека заблокирована диафрагма сжата то он дышит только верхней частью верхняя часть у нас отвечает только за семью рот а все остальные проявления как бы откладываются на потом если например вы мечтаете путешествовать а не можете путешествовать сколько там 50 60 лет а я еще никуда не ездил лего ребра вот так не работает каждая часть легких отвечает за то что с вами связан такая связь верхняя часть это семья рот боковая часть это у нас образование и путешествие нижняя часть это питание телесной формы крест получается и мы не знаю вот эту методику ну как она работает подготавливаем вам специальные дыхательные упражнения опять же завязывая все на круги и на звезде то есть сейчас приведу пример вот это дыхание диафрагмальная животом это дыхание соответствует элементу дерева вот это дыхание грудь вверх это элемент металла дерево металл это семья и рот а это тело и здоровье дерево металл дерево металл вот они связаны если вы дышите металлом и при этом у вас двигается еще живот то вы семьей разрушаете здоровье то есть человек дышит грудью и у него живот тоже двигается то есть эти два вида дыхания нужно отделить отдельно подышать грудью отдельно подышать животом чтобы разделить эти два вида дыхания человек даже не понимает что такое существует что у него могут быть блоки связки то есть телесная форма у человека разрушается он совсем плохо ему уже все болит окажутся проблемы в семье то есть семья разрушает здоровье поменяв дыхание убрав вот эти два между ними блока порыду дышал сразу все управляется потому что дыхание связано с поясничным отделом а это дыхание связано с грудным отделом и при правильном дыхании позвонки становятся на место и идет нормальный скелет работа скелета соответственно энергии носите тело связано с здоровьем и мы занимаемся тем что во время занятия позвали объясняем как физиологически это работает скелет мышцы связки сухожилия дыхания и последний момент который очень важен эта работа на стоишь или начал эта работа ума и сознания человек должен быть осознанным он должен понимать что он делает для чего делает зачем живет и зачем это ему нужно он не должен быть глупым не должен делать все лишь бы лишь бы лишь бы время потратить и основная философия даосов заключается в том что после того когда он восстановит тело и все у нее здорово и все ничего не болит все прекрасно все отлично ему уже сто лет а вы лет на 35 потом он должен заниматься чем творчеством творить как творец порезу он варит он создал нас значит мы тоже должны творить рисовать пей дарить любовь людям радость людям что-то отдавать кто такой преподаватель преподаватель то кто отдает есть закон природы если вы что-то получили вы должны отдать если вы не отдаете знание разрушают вас если человек преподаватель болеет значит он недостаточно отдает это закон природы то есть взяли отдайте вам дадут но другого качества это закон если человек взял 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 я обязательно повторяю и горит мнение я это знаю не скажу я знаю еще будут проблемы со здоровьем и преподаватель это практически мастер человек который не просто отдает знания а он должен отдавая дарить людям любовь именно давать возможность любовь это у нас для знания силе дать возможность людям приобрести силу через те знания которые он отдает вы преподаете своим студентам они должны чувствовать что вот вот эти знания дадут мне возможность я стану я буду вот это вы ему подарили любовь он будет счастливым и радостным дарить людям счастье радость это самое основное что нужно делать преподавателю но при этом самому не загнуться для этого нужно нужно понимать себя знать свое тело свое анатомию кто я как восстановить шею и поясницу чтобы все было хорошо отдающих ему дают счастье и радость тоже счастье и радость но если он нет свое тело не знает его гробит то отдавать нужно все без границ нужно отдавать это вопрос счастья и радости а дышать надо правильно да вы все отдаете пришли домой а там стандал с мужем и вас хватило то есть вы вроде хороший человек вы отдали людям помогли дали им счастье радость и знания а с головой у вас не понадобится не знаете как общаться с родными и близкими в семье проблема есть законы которые нужно каждому соблюдать папа с дочерью мама сыном в эти связи знаете нет природа так устроена что